Всем привет, дамы и господа! Сегодня мы с вами посмотрим на недавно вышедшее дополнение к StarCraft 2 — новая незримая война. Для начала пройдёмся по фактам. Новое дополнение представляет собой комплект из девяти заданий, где нам предоставляется возможность играть за небезызвестного доминионского призрака Нову Терру. Всё дополнение разделяется на комплекты заданий, по три миссии в каждом. Первый из них стал доступен для покупки 29 марта. Остальные две части станут доступны, как обещают сами Blizzard, не позднее 1 декабря 2016 года. Все события дополнения разворачиваются после событий, произошедших в трилогии StarCraft 2. Информация же, которая должна вести нас в курс дела и объяснить всё происходящее, звучит примерно следующим образом. В Доминионе нарастает напряжённость, из-за того, что Император Валериан не может справиться с участившимися нападениями зергов. Новообразовавшаяся организация «Защитники человечества» якобы стремятся обезопасить впадающее в панику гражданское население. Тем временем, несколько призраков Доминиона, профессиональных убийц-псиоников, пропало без вести, в их числе и смертельно опасная нова терра. Недавно сотрудники Blizzard Entertainment предложили нам попробовать первый набор из этого комплекта заданий, предоставив код для обзора, за что им большое спасибо. Перейдём к самому дополнению. Помните, когда-то давно Blizzard анонсировали однопользовательскую игру под названием StarCraft Ghost? В ней вам предстояло играть за небезызвестного доминионского призрака Нову Терру. Знакомое описание, не правда ли? Так вот, по сути, комплект заданий «Нова Незримая война» является ничем иным, как реализация StarCraft Ghost на движке StarCraft. Подтверждение этому вы получаете с самого начала игры. Ваша первая миссия заключается в том, чтобы тайно выбраться с незнакомой военной базы и спасти своих коллег-призраков. Вы, как и любой профессиональный убийца, умеете ломать врагам шею, ставить хедшоты из снайперской винтовки, а также кидаться импульсными гранатами. Сам по себе геймплей в данной миссии сильно напоминает нечто вроде Deus Ex, или подобных стелс-игр. Вы пробираетесь между зонами, где вас могут заметить даже в невидимости, ломаете шею противникам и проходите дальше в поисках оружия. Далее, по канонам любого стелса, вам начинают встречаться механизмы, которые могут вас обнаружить. Дальше веселее. Взрывы, ломающиеся за вами коридоры и мосты и прочие прелести высоких технологий. В завершении этой стелс-миссии вам предлагают покататься на стервятниках. В этой миссии вам приходится, уклоняясь от кучи гражданских машин, отстреливаться от толп лезущих отовсюду врагов. Сзади, спереди, сверху, отовсюду. И знаете, как бы это странно ни звучало, но мне кажется, что это одно из самых интересных изменений геймплея за всю трилогию StarCraft 2. Да и увлекательная схватка с финальным боссом миссией с бесконечными уклонениями не может не радовать. Нова успешно покидает неизвестную планету и встречается с кораблями Доминиона. Однако на радушный прием рассчитывать не приходится. Почти сразу же после посадки на базу Доминиона, на планете Борея Нову обвиняет в сговоре с группировкой защитники человечества. Однако выдвинуть окончательный приговор ей не успевают, так как начинается нападение зергов. Тут-то Новий выпадает шанс доказать свою верность. Таким образом, мы плавно переходим к следующему заданию. Перед его началом нам показывают новый экран заданий. Также покопавшись в местном инвентаре, мы находим меню экипировки Новы. Теперь Нова, ранее призрак с дальнобойной снайперской винтовкой, может стать машиной для убийств ближнего боя, вооружившись адским дробовиком. На самом деле этот дробовик немного бестолковый. Лучше не используйте его. Перейдем ко второму заданию. Второе задание само по себе не представляет собой ничего необычного. Простая защита союзника до прибытия суперсильных подкреплений. За исключением одного «но». В этой миссии Нова из призрака превращается в головореза. Да, теперь Нова может прыгать как головорез. То есть сначала были прыгающие как головорезы зерглинги, теперь это умеет и Нова. Что будет дальше? Осадные танки начнут прыгать по уступам в осадном режиме? Но вернемся к миссиям. Рано или поздно к нам на помощь прилетят огромные крейсеры и начнут сжигать бедных зергов. Уничтожая целые семьи ни в чем не повинных существ, они начнут требовать от доминионцев передать им Нову и уходить по добру, по здорову. Но доминионцы не желают так просто сдаваться и улетают с Бореи, чтобы лично встретиться с императором Валерианом. После небольшого разговора Валериан убеждается в том, что Нова до сих пор на стороне Доминиона и предлагает ей совместными усилиями остановить защитников человечества. В качестве небольшой материальной поддержки Валериан предлагает Нове огромный космический корабль, предназначенный для спецопераций. Воистину достойная плата за верную службу. В попытке восстановить память, утерянную Новой на военной базе защитников человечества, она использует некое странное устройство. К сожалению, память восстановить ей не удается. Однако, во время использования данного аппарата, у Новой появляется видение, в котором перед ее глазами встает Торсонис, родная планета Новой, покрытая слоем слизи зерков. Пытаясь разгадать тайну послания, Ново собирает свой отряд для спецопераций и отправляется на поиски истины. После этого небольшого кусочка сюжета мы попадаем на уже знакомый экран заданий, на котором теперь также доступно улучшение войск. Так, тут экипировка, ничего такого особенного. Давайте лучше взглянем на улучшение техники. Теперь, оказывается, у гелетронов есть реактивные ранцы, славно, славно. Так, теперь можно посмотреть и на танки. Ну ладно, пожалуй, давайте перейдем к следующему заданию. В третьем задании нам предстоит сначала построить большую оборону вокруг базы, а потом спуститься вниз, в темные подвалы к защитникам человечества и узнать всю правду о том, что они задумали. Сама по себе задание не блещет чем-то абсолютно новым относительно геймплея. Как обычно, зачищаем точки от зерговского заражения, занимаем позиции. Правда, на этот раз занимать позиции нам придется немного нестандартным способом. После расчистки местности от толп зергов мы засаживаем в разрушенные строения определенные группы юнитов — мародеров, головорезов или морпехов. В разные места разные группы. После всех этих махинаций ваша база, при небольшом укреплении, становится фактически неуязвимой для зергов, так что вы можете со спокойной душой заниматься массовыми истреблениями ксеноморфов. А пока вы накапливаете еще один заряд ядерной ракеты, чтобы уничтожить 70 процентов армии зергов одним ударом, вы можете развлечься наблюдением за летающими танками. Прелестное зрелище, как по мне. После массовой зачистки территории вы спускаетесь в подземелье к защитникам человечества. И там, на складе оружия, вы находите... Световой меч! Отсылка к Звездным Войнам от Blizzard подтверждена. Конечно, они называют его энергетическим мечом, но нас не обманешь, мы все видим. Новым, как и любой профессиональный наемный убийца, берет меч и, не особо задумываясь, что это вообще такое и как оно работает, идет рубить им все подряд. Тут мы опять возвращаемся к стелс-составляющей дополнения. Да, конечно, перед началом задания я увидел ачивку. Не убей ни одного защитника человечества во время выполнения миссии. Но вы только посмотрите, как сделана анимация их потрошения. Простите, но я не смог устоять. Далее мы продолжаем наше путешествие по базе, параллельно уничтожая некоторых призраков-защитников, ну и просто солдат. После короткой легкой прогулки мы находим узел связи и обнаруживаем... Да, что базу собирается взорвать, а всех эвакуировать. Тут начинается стандартная пробежка в невидимости, минуя все возможные детекторы. От призраков до владык, параллельно уничтожая некоторых напрягающих бойцов на своем пути. После долгого и трудного пути мы, наконец, пробираемся в самое сердце базы защитников человечества. И тут, внутри секретной лаборатории защитников мы узнаем... А хотя, знаете, пожалуй, хватит с вас на сегодня спойлеров. Я и так рассказал вам сюжет почти всего дополнения. Пусть в нем хоть что-то останется для вас загадкой. После пафосной концовки данный комплект заданий обрывается. Что хотелось бы сказать в итоге. Знаете, для меня, как для фаната серии StarCraft, последняя часть трилогии, Legacy of the Void, была крайне разочаровывающей. Мне казалось, что все. Фантазия разработчиков закончилась, и теперь любое продолжение серии будет таким же пустым, как в плане атмосферной составляющей, так и в геймплейной части, как и последнее дополнение. Но Blizzard сумели меня приятно удивить. Интересные, захватывающие стелс-миссии для меня были как глоток свежего воздуха после перенапыщенной концовки третьей части. Короче говоря, если вас, как и меня, разочаровала третья часть, то новый набор заданий придаст вам веру в старую добрую серию. Если же вам понравилась третья часть, то это вам должна понравиться еще больше. Всем фанатам серии исключительно советую. Что ж, на этом все. Ставьте лайки, если хотите больше видео по StarCraft тематике. Также оставляйте свои комментарии, что вы думаете по поводу нового дополнения. Достойно ли это продолжение оригинальной трилогии StarCraft 2 или нет? Спасибо за внимание!